К900 Kia Frankenstein А сам сел назад, а у тебя там Кия за 3,5 Пха-ха-ха-ха-ха Дай богу, штук 200 продадут Друзья, всем привет! 28 марта на дворе и посмотрите, какого дяденьку я вам сегодня привел Очень спорный автомобиль новый Kia K900 Это второе поколение, выпускается он с 2018 года Первого поколения в нашу страну не привозили Но фотографию, как он выглядит, я вам покажу Разные мнения есть за этот автомобиль И много споров возникает Люди смотрят, но на самом деле, кто их будет покупать Прайсовая цена вот этого автомобиля Здесь этот мотор 3,3 литра Топовая версия 3 миллиона 900 тысяч рублей по прайсу Ну, возможно, скидочка какая-то будет Самая базовая комплектация Обойдется вам примерно 2 миллиона 900 тысяч рублей Которая есть сейчас Которая доступна официального дилера Но в этой базовой комплектации Практически ничего не будет из того, что здесь есть Потому что разница практически миллион рублей В общем, давайте посмотрим Давайте разберем этот автомобиль Я выскажу свое мнение Вы выскажите ваше мнение в комментариях А все, кто подписан на инстаграм-канал Уже со вчерашнего дня высказывают свое мнение там Поэтому давайте разбираться Поехали! Друзья, одну минуту вашего внимания Как многие из вас уже заметили Во всех крупных городах Повсюду висят камеры, которые присылают нам письма счастья Более того, впереди дачный сезон Многие начнут выезжать за город А многие начнут путешествовать и по нашей стране А это говорит о том, что есть риск нацеплять штрафов еще больше Вот уверен, каждому из вас приходил штраф А нарушение которого вы даже не знали Вроде бы ехал 62, а нужно было ехать 40 И вот здесь вам на помощь приходит радар-детектор iBox Pro 800 Signature Который видит все современные камеры Ты передвигаешься по городу Выехал на полосу для общественного транспорта Он тебя об этом предупредит Стоп-линия, он тебя об этом предупредит Выезжаешь за город, набираешь скорость Здесь стоит смарт-режим То есть он автоматически переключит и будет видеть камеру заранее Потому что здесь идет умный модуль IDR Plus Дальнобойный Сбрасывая скорость, он автоматически переходит в режим город Более того, это чудо содержит базу данных с GPS-камерами по 45 странам То есть все, что вам нужно раз в неделю заходить на официальный сайт и обновляться Все идет в комплекте Здесь применяется собственная разработка компании Filter X Signature Для устранения ложных срабатываний Особенно от датчиков мертвых зон других автомобилей При этом, в отличие от схожих технологий других производителей Отсутствует ошибочное блокирование сигналов настоящих полицейских радаров Бренд iBox на рынке более 7 лет Гарантия на товар 3 года Все, что тебе нужно, это перейти по ссылке в описании в магазин автоцифры Где ты можешь его купить по цене 5999 рублей Но ссылаясь, что ты от Машкова, ты получаешь скидку 10% Друзья, вот этот маленький, красивый, стильный помощник Поможет вам сохранять ваши денежки Соблюдайте правила дорожного движения Но в этом вам поможет радар-детектор iBox 800 Устройство действительно умное и многофункциональное Если я вам буду рассказывать про все его преимущества и про все его фишки Уйдет полтора часа, но вы об этом можете прочитать сами на сайте продавца Давайте начнем сперва с внешнего вида Вообще в целом, вот мне за автомобиль несколько мнений Первое негативное, второе позитивное Ну смотрите, по внешнему виду, вот казалось бы у корейцев дохрена денег Ну серьезно, сколько моделей они продают на нашем рынке Сколько они зарабатывают Они молодцы в том плане, что они стараются что-то новенькое сделать, вкинуть Но с другой стороны, посмотреть на эту тачку 2019 год Глянул несколько тест-драйвов Вот, например, полностью согласен с Антоном Воротниковым Что эта машина как будто была сделана там для года 2014 То есть, ну по внешнему виду она какая-то унылая Сделав пост в инстаграм нашего канала, многие пишут Волга, Волга самая натуральная Кто-то видит в фарах Мерседес Но с другой стороны, знаешь, на самом деле у Мерседеса фара гораздо красивее Да, эти полоски там чем-то его напоминают Но на самом деле смотришь на эту тачку, какой-то, знаешь, полуягуар где-то местами Вообще я лично вижу Я по тачке, вот если сбоку на нее смотреть Вообще вижу пересечение с Infiniti Q70 Если я не ошибаюсь, седан, который сзади Многие отмечают, что фонари напоминают вообще там какой-то старый Bentley В общем, знаешь, можно было бы написать Kia K900 Frankenstein Это было бы четко Потому что машину словно взяли, слепили из-за всего Вот странно, да, посмотри, даже губа передняя, этот бампер идет Тоже чем-то напоминает Мерседес Вот этот хром повсюду, тут хром, сзади хром наложили Ну а зачем он нужен, для чего? И самое главное, знаешь, то, что машина, она не вызывает какого-то статуса Но ты просто вдумайся Вот моделируйте ситуацию Ты какой-нибудь чиновник Подъезжает тачка, сначала там приезжает Саня На Мерседесе, там Е-класс или С-класс Функциональный Мерседес Все, Саша вышел на Мерседесе Потом приезжает Витя Витя приезжает на BMW Из BMW Витя выходит Потом приезжает Максим на Audi A6 И потом приезжает Димон А ты на чем? Ну Kia, что за Kia? K900, K900? Что это такое? То есть машина на сегодняшний день вообще неузнаваемая Компании сейчас нужно вложить огромные средства Для того, чтобы ее как-то популяризировать Куда она пригодится? При отелях, при различных гостиничных комплексах Чиновникам, конечно же Потому что тоже верно отмечают, что В этих отчетах у них какая машина Мазерати, какая машина Bentley, какая машина Kia Ну корейц, да, как бы сегодня все равно подсознательно Он не вызывает никакой роскоши Но при этом, когда мы сядем внутрь автомобиля Вы поймете то, что здесь просто на самом деле пушка, а не салон Вот по фишкам здесь есть практически все Но по внешнему виду, понимаешь Отдать 3800 и приехать на такой тачке То есть ты будешь только всем доказывать Да не, не, пойдем я тебе покажу Будешь сажать и всем показывать интерьер А так по внешнему виду, ну не знаю Ну ни за что глаз не цепляется Вот единственное, там какая-то нижняя губа как-то она еще выделяется С точки зрения легкой агрессии Ну так, знаешь, такой унылый автомобиль Он как будто бы старый, вот серьезно Колеса у нас 18-е Машина в принципе здоровенькая То есть место сзади более чем достаточное И вот сюда первый момент Вот многие говорят, что это конкурент для BMW 5 серии Мерседеса Е-класса Друзья, вот я вам скажу так Если присесть сюда, назад Здесь место просто вагон И здесь просто такой комфорт Который в Мерседесе вам и не встретится Но, подчеркиваю, у нас топовая версия Да даже если взять Бэху какую-нибудь там заряженную Все равно сзади будет не так BMW она больше для водителя 5 серия Е-класс тоже больше для водителя То есть здесь может там конкурировать Какая-нибудь Audi A6 еще плюс-минус Ну не знаю, страшно говорить Какой-нибудь Lexus ES в топовой версии Он и то будет там, знаешь, побюджетнее По деньгам Да, он с передним приводом для города Передний привод более чем достаточно Переходим назад Да, вот эти фонари Мне кажется, сейчас уже вообще никто так вот реально Окантовку не делает хромом Зачем это было сделано Ну как-то это, знаешь, все очень странно выглядит Раздвоенная выхлопная система Все это напоминает одно и то же Все эти те же самые Мерседесы, Audi Все так же сделано Вот этот фонарь Такая машина, вот действительно К900 Kia Frankenstein Опять-таки Kia Вот На чем приехал? На Kia На Kia приехал Че у тебя Kia? Ну у меня Kia Там Kia Ну странно, знаешь, не звучит Значит багажник Даже смысла нет называть Какой там объем по литрам Багажник сделан достойно Ну посмотрите сами Коврик сразу лежит Завода хороший То есть заходишь Смотришь в него Нормально То есть перевести какие-то вещи Запросто Понятное дело, что он не складывается Опять-таки обратите внимание Вот думаешь чисто, знаешь Нанотехнологии В силу того, что у нас Зимой холодно И может Лючок бензобака Замерзнет То есть сейчас вот дергаем Покажи Раз Вот он открылся Мелочь Ну а с одной стороны Вроде бы приятно А с другой стороны Знаешь, что как ты думаешь Блин, такой класс автомобилей Вот такая хрень Если мы поднимем сейчас пол То нас здесь встречают Набор инструментов И запасное колесо Опять-таки Посмотрите внимательно Тоже странно Почему они вот эту Нижнюю часть Например, там не зашумили ничем Хотя бы просто положили Знаешь, для видимости Опять-таки Если посмотреть на корейцев То такое ощущение Как у них есть целая команда Которая читает комментарии Что пишет в интернете Потому что многие вещи Они применяют На что жалуются люди Под капотом Нас встречают два мотора И оба они атмосферные В нашем случае Это объем 3,3 На 249 сил Он задушен То есть чем-то Он мне напоминает Даже мой мотор Как и на Камре 249 сил Кручающий здесь 347 У меня 350 Вес автомобиля Чуть более двух тонн Разгоняется машина По паспорту В районе Восемь с половиной секунд Стоит восьмиступенчатая Автоматическая коробка передач Мотор реально здоровенький Такой В6 С непосредственным впрыском То есть вот этот впрыск GDI За мотор Сложно что-то говорить Потому что он ставится С 2011 года Как бы массовостью Вот эти автомобили С таким мотором Особо не пользуются Но вот так Залазить в интернет Поискать Я ничего толкового не нашел Из отзывов Чтобы кто-то на что-то жаловался Ну клапана надо будет На 90 тысячах Отрегулировать Это якобы там Дорогостоящий Дроссель Почистил того же Непосредственный впрыск Ну каких-то Прямо таких Знаешь Чтобы у кого что-то стукануло Чтобы кто-то на что-то Жаловался нельзя Да и вообще Корейцы как раз таки Этим-то и пытаются Выстреливать То что надежнее делают Автомобили Кидают их В премиум Ценник 3 800 То есть вот например Сегодня Перед новым годом За 2 миллиона 900 тысяч рублей Можно было купить BMW 5 серии С полным приводом С М-пакетом То есть все Пожалуйста Забирай Катайся Новая тачка Мерседесы Е-классы Тоже можно найти В этот диапазон Но там машина Больше сделана Именно для водителя Подчеркиваю Здесь же Отдать такие бабки И ты будешь кататься За рулем Ну очень странно Почему странно Вы сейчас посмотрите Есть также мотор Атмосферный 5 литров Тоже 8-ступенчатая Коробка передач Там разгон В районе 5 с чем-то секунд Но факт в том Что не знаю Кто его будет покупать Наверняка будет Это хорошо Что корейцы это делают Потому что Когда мы катались На Мерседесе С-класса Там схожий был мотор 4.7 С полным приводом Газку даешь Ты чувствуешь себя Комфортно Уверенно У кого бабки есть И кому пофигу Вообще на цены На бензин Позволить смогут Здесь расход Примерно будет по городу Ну по Москве Я думаю Литров 17 средний Если притапливать Ну до двадцатки дойдет Если выехать на трассу Ну в районе там Литров 12 Но опять-таки Те кто покупают Эти машины Я думаю Они особо-то За расходом Следить не будут Нет смысла Спорить Там говорить Вот Лучше купить то Лучше купить это Эта машина Точно не для нас Почеркиваю Эта машина Для тех Кто будет ездить Только сзади Потому что Обратите ваше внимание Как это сделано Да Внешний Невзрачный автомобиль Покажи пожалуйста Вот здесь Когда открываешь Здесь опять-таки Все пересечения С мерседесом То есть Ну на самом деле Очень похоже Когда садишься за руль Тоже есть пересечения С другими автомобилями Но с другой стороны Если на это Не обращают внимания Ты садишься И ты реально будешь кайфовать Вот я рекомендую Тест драйв Проходить на этом автомобиле Всем тем Кто знаешь Топовый менеджер в компании У которого Кстати Представляешь Садился Ударился головой Ну не знаю Просто невнимательно Садился наверное У кого есть личный водитель То есть Выделить день Сказать там Саня Поехали Приехать Саню посадить за руль Сам садишься назад Сюда сажаешь менеджера По продажам И он тебе как птичка Начнет чирикать О том Посмотреть что у нас есть Но на самом деле Здесь много чего есть То есть Регулировать переднее сидение Климат контроль Там спереди Вентиляция идет Сзади тоже Вентиляция идет Тот же самый монитор Который там тебе Навигацию показывает Всякую короче ерунду Но она есть По факту То есть Ты здесь можешь сесть Комфортно Откинуть спинку назад Расслабиться Поработать Шумоизоляция достойна Двери Вот впервые я у корейцев Ощущаю такие двери Ну мы раньше Такие дорогие машины Корейские не тестировали Вот так же сесть В каком-нибудь там БМВ Пятой серии Там и так далее Ну такого не будет комфорта Это однозначно Надо будет брать С класс Это надо будет брать Седьмую серию Восьмую серию Если это Ауди А там ценник совсем другой Здесь понимаешь Это грубо говоря Машина Когда ты вроде бы Как парень нормальный Но тебе выгоднее Чтобы все думали Что ты серая мышь Ты подъехал на тачке Так аккуратненько Че да он там Кью взял А он как Че за кью Да там Блин Бывшную 2014 года Да ну понятно Да сейчас денежек нет А сам съел Назад А у тебя там Вот эту машину Вообще сейчас толкают С точки зрения Ты можешь ее купить Там допустим Я не помню То ли в лизинг То ли в кредит Но тебе туда же Засунут сразу водителя На первый год То есть ты покупаешь тачку И тебе найдут водителя Я так понял И он тебя будет катать С одной стороны Это кайф С другой стороны Опять же водитель Условно Нормальный водитель Стоит сотку в месяц Личный За 50-60 Это тот Кто Ты пришел Он там котлеты ел За рулем Запах стоит Еще что-то там Небрежное отношение к машине Сам там выглядит Ну так себе За соточку он будет В костюмчике Всегда бритый То есть ну Человек соответствующий автомобилю Ну допустим Скопила 3,5 миллиона рублей Да кто будет ее покупать За 3,5 миллиона Вот из нас Из простых людей Я куплю всегда тачку За рулем Которую буду ездить Я А сзади что Ну жена там будет кататься Хорошо Если бы она постоянно Со мной ездила Или было бы наоборот Что она за рулем ездит А я езжу сзади Вот тогда бы знаешь Еще можно было бы рассмотреть Но опять же Кому нужны эти понты Когда Ты там едешь сзади А тебя за рулем Жена возит То есть должны понимать Не массовый сегмент Однозначно Но факт в том Что хорошее предложение Полный привод Все есть Но опять-таки Многие говорят Соотношение цена-качество Там напичканность Друзья Ну блин 3,900 3,900 Топовая версия В которой будет все Минус миллион Там по сути Ничего не будет Но присаживаясь В автомобиль Ты понимаешь Что это Совсем другая Корея Друзья Все само собой Двигается Пододвигает тебя Закрываются двери Все возможные Фишки Функции Ну действительно Это круто То есть Ты посмотри Какой интерьер И вот здесь Опять-таки Палка о двух концах С одной стороны Ты садишься Думаешь Блин Ну класс Фактурное дерево Селектор такой Знаешь Приятный Отделочные материалы То есть Так вот Все сделано Знаешь Визуально смотришь Думаешь Ну блин Реально Какой-то Мерседес Серьезно Сидения Крутые Шумоизоляция Мы покатались Уже Действительно Достойно Даже не слышно Как мотор Работка А ты просто Стоишь Если слегка Газку давать То есть В пробке Ты будешь ехать С комфортом Особенно музыку Включишь Есть все Что нужно Вот серьезно Даже больше А с другой стороны Посмотреть Думаешь Ну блин На самом деле Сейчас все Идут К тому Что интерьеры Переделывают Так что Как космические А здесь Все сделано Действительно На 2014 год Вот странно Что компания Ки не хочет Знаешь Поставить задачу Дизайнерам Там маркетологам Сказать Сделайте тачку Для 2019 года Как будто бы Она из 2025 года Чтобы люди Садились И говорили Вау Вот это будущее Знаешь Чтобы они Как бы задали Вот этот уровень С другой стороны Опять таки Вот посмотреть Да А что здесь Такого есть Ну присоски Есть Да Ну вау Круто Ну отделочные материалы Хорошие Да Хорошо Круговой обзор Есть Кого им удивишь Никого ты им не удивишь Шторка задняя Есть Кого ты ей удивишь Никого Паркуется Там машина Само парктроники Есть Ну то же самое Управление Вот этим дисплеем Большим Вот здесь У меня то же самое Было и на Мазде Выбор режима Работа с электропередач Drive mode Да он даже На любых дешевых Ки есть То есть Чего-то прям Вау Нету По факту Прям чем-то удивить Я вот удивился Только когда включаешь Поворотники Что здесь дублируется Знаешь Там с камеры В вид То есть Ну я вам сейчас Вывожу на экран Смотрится реально прикольно Опять-таки Все это сделано для кого Все это сделано для водителя То есть Ты садишься Тебе комфортно Тебе прикольно Но я сижу сзади Но я плачу за него То есть Если я нанял водителя За 100 тысяч Какого хрена Ему еще какие-то Спомогательные системы Пусть смотрят В оба глаза Двумя руками Держит руль И управляет автомобилем Едет машина плавно То есть Тестировать ее С точки зрения Там носиться Выходить на трассу Нет никакого смысла Я уверен Что 180 Эта машина Будет действительно Дорогу держать Она тяжеленькая Она низкая 150 миллиметров Клиренс Вот мы едем На шипованной резине Мы выключили музыку Слегка работает Тут вентиляция Ну нормально Ну едем-то мы не быстро Подхват есть Но на самом деле Реально автомат Туповат То есть Я уже выезжал Давал газку в пол То есть Он начинает разгоняться Ну не вау Чтобы вау эффект был Ну нужно хотя бы Наверное Пятилитровую версию взять Но опять-таки На этой тачке Не надо гонять Тем более С учетом того Какой трафик Сегодня в Москве На ней комфортнее Ехать плавно То есть Плавный разгон Плавное торможение Тогда будет Приятно Катаясь по Москве Я замечаю Что здесь Мерседесов С-класса Просто Огромное количество Вот у меня Сладывается впечатление Что из 100% Проданных машин Вот 80% Оседает в Москве Машина однозначно Не для тех Кому нужны понты Вот если ты хочешь Передвигаться с комфортом Да Ты начальник У тебя есть возможность Съездить с водителем И ты не хочешь Переплачивать за бренд Там отдавать 2-3 миллиона За то что у тебя Звезда на капоте Или там кольца Или еще что-то Твой вариант Ну серьезно Стоит просто Прокатиться сзади тебе Вот ты прокатишься Ты все поймешь Нам как простым людям Вот эта машина Нахрен не нужна Парни И мы должны понимать Да и сам производитель Дает нам это понять Через рекламные буклеты И вообще сам Как он подпихивает Там эту машину Что эта тачка Вот для пассажира Опять таки Плюс в копилку Что ставят Атмосферные моторы Сейчас же тенденция Какая Поставить двухлитровый Напичкать его турбинами Носись Веселись До первых Там 100-150 тысяч Здесь 3.3 При должном обслуживании При должном уходе Да ничего с ним не случится Ну серьезно Следите за мотором Там за коробкой Пожалуйста Вот по внешнему виду Когда я на нее смотрел Со стороны Особенно как грязная машина Думаешь Да какое-то убожество И по внешнему виду Действительно Ну давайте будем Объективными Фуфел какой-то То есть нет В интерьере В экстерьере Чего-то такого Какой-то изюминки Что думаешь Блин Нифига себе Прикольно У них Kia Pro Seat Куда интереснее Получился Чем вот эта тачка Ну давайте откровенно Ну садишься за руль Блин Ну тут кайфы Однозначно Ну-ка Да нет Даже вот просто С 0-0-100 Ну не то Как бы прям Очень тяжело Машина разгоняется То есть чувствуется Что машина Слабоватенькая 249 сил Однозначно зажали Потому что Даже я смотрел Этот мотор Он должен выдавать 272-284 Ну какой вот такой диапазон Едем 35 Нам нужно ускориться Секундная задержка Да даже мне кажется Побольше Но он набирает Но он прям Знаешь Как-то вяленько Я захожу в инстаграм Нашего канала Посмотреть Какие комментарии Вы пишете Под публикацией С этим автомобилем За 3,5 Лучше Е200 За эти деньги За такие деньги Лучше Лексус На Волгу Похоже G90 Лучше Kia За 3,5 Ха-ха-ха-ха-ха Дай богу Штук 200 Продадут Бегемот Безвкусный Какой-то В общем Вот в таком Стиле Но есть люди Которые пишут Блин На самом деле За эти бабки Хорошее соотношение Цена-качество Вообще На фаршированность Автомобиля Поэтому мнение Двояки Но в большинстве Своем Конечно Автомобиль Люди не понимают Потому что Не для нас Он сделан Здесь говорить Больше нечего Поехали Подведем выводы Друзья Выводы На самом деле Здесь простые По внешнему виду Но откровенно Старуха Проигрывает Ничего в ней Симпатичного Нету Прям вообще На любителя Прям на редкого По интерьеру Машина Ну действительно Приятная По отделочным материалам Все сделано Очень хорошо Я вот честно говоря Покатавшись на автомобиле Даже не понимаю Почему ее ставят В конкурент С какой-то там Пятеркой БМВ Е-классом По мне Честно Вот прокатившись Это достойный Аналог Для С-класса Для Аудио 8 Потому что Садишься Сзади места Достаточно Машина очень комфортная Эта тачка Парни Не для нас С вами Для простых людей Эта машина Для тех Кто зарабатывает Кто чиновник Кто может себе позволить Передвигаться с водителем Нам же Посмотрели Все Расходимся Поэтому подписывайтесь На канал Подписывайтесь на инстаграм Ставьте лайки Ставьте дизлайки Высказывайте Ваше мнение В комментарии Можете сделать Оценку этому автомобилю По пятибалльной шкале За внешний вид И за интерьер У меня на этом Пока что все Но мы пойдем с вами дальше Посмотрим еще Корейские автомобили Типа Дженезиса В общем Есть что показать Есть что рассказать До новых встреч Всем Пока-пока